очень вкусно конечно это намного проще и намного быстрее чем мелко резать все овощи тереть их на терке потом обжаривать а потом еще что-то с ними делать мой способ показывает как можно быстро и тоже время вкусно приготовить много консервации много закруток на зиму потому что конечно же все готовят консервацию именно девочки и женщины и никто им не хочет помогать поэтому я показал способ как легко и быстро это все сделать привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я хочу приготовить икру из баклажанов или икру и синеньких это классная закуска на зиму и даже летом но дело в том что как всегда есть миллион разных рецептов и люди которые хотят кушать классной икры не знают какой рецепт выбрать лучше много рецептов очень хороших все они различаются именно тем способом какой у вас есть агрегат дома чтобы эту икру можно было приготовить или духовка или газовая плита или что-то еще поэтому сейчас я буду показывать вариант который будет именно очень вкусным но в то же время его можно делать почти в промышленных масштабах то есть когда у вас большая семья или вы любите не растягивать консервацию на пол лета а за один день сделать много закруток одного вида чтобы это было легко быстро и даже без усилий поэтому друзья смотрите что я делаю сейчас у меня будет икра из баклажанов это рецепт очень простой и здесь абсолютно не нужны никакие четкие пропорции то есть что у вас есть к чему вас больше лежит душа то мы и кладем я использую баклажанчики помидорчики перчик обычный сладкий болгарский лучок морковка чесночок и травка будет конце общее я думаю какие-то общие пропорции такие одна части баклажанчиков потом идет пол части морковки пол части лука где-то еще пол части помидорчиков зеленого перчика или красного по вкусу и конечно же кто любит остренький перчик но фишка в том что для того чтобы делать все быстро легко и чтобы вы не уставали нужно процесс автоматизировать поэтому сейчас я все это буду перекручивать на мясорубку это обалденный способ но из-за того что я очень себя люблю и я хочу чтобы моя баклажанная икра как всегда была шедевром как всегда было великолепно утонченно и супер-пупер-пупер поэтому мне легко взять и срезать икру икру шкурку с баклажанчиков конечно же у меня есть замечательная помощница тонюшенька и она сейчас это все быстренько сделает то же самое она сделает и с помидорчиками то есть она их обдаст кипяточкам и с них снимет шкурку потому что я не буду сок выдавливать через сокодавку я просто все это пропускаю через мясорубку и морковку и лучок и перчик все все через мясорубку и даже зелень сейчас мы посмотрим и на зелень поэтому чистим и крутим на мясорубку в отдельные посудинки для того чтобы икра получилась очень быстро нужно правильно распределить время сейчас я беру и измельчая помидорчики на мясорубку тонюшенька вот такая умничка для сняла с них шкурку это очень быстро заливаем их кипятком секунд на 15-20 и шкурка сама отходит измельчая помидорчики на мясорубке и ставлю их с ковороде чтобы сок немножко выпаривался если у вас помидоры очень дорогие или вы просто не хотите с ними морочить голову конечно же самый простой вариант взять хорошую обалденную томатную пасту и ее использовать вместо томата сейчас я увариваю помидорный сок для того чтобы он стал густым следующая очередь это морковка морковку я уже полезу вот на такие полосочки и они ульем на коробочку смотрите морковка давно секунду становится вот такая классненькая не нужна никакая терка все равно при жарке она размягчится и будет супер беру 15 сковороду и высыпаю сюда молотый лучок вот так на мелкую тюрочку все классно потёрт поэтому все будет легко обжариваться и быстро а сейчас я начну крутить на мясорубочку перчик и сладкий болгарский зеленый красный и конечно же острый перчик кто любит поострее берите побольше хорошего ядреного перца морковка уже хорошенечко поджарилась я это все высыпаю в одну большую посудину в которой будет готовиться икра смесь сладкого и острого перчика мы крутые перцы а теперь наконец-то нашлось время заняться и самым важным именно баклажанчиками я их не замачиваю в воде я их не солю я просто их почистил и теперь я буду крутить на мясорубочку никакой горечи здесь нет поэтому убирать ничего не нужно перчики уже готовы поехали и теперь наконец-то в эту сковороду я высыпаю половинку баклажанчиком а вторую половинку на сковороду в которой сейчас греется лучок еще пару минут сырой аромат лука уйдет он уже хорошенечко подрумянивается я на двух сковородочках тонким слоем быстро будут обжаривать синенькие и теперь самое мое любимое травка 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 петрушечка укропчик а здесь обалденно вот это лимонный базилик это очень редкий сорт но для тех конечно кто не знает а это обычно зеленый базилик пахнут абсолютно по-разному и от пахнет немножко даже водичкой таким именно более пряным здесь настоящий лимончик он даже как будто бы коктейльный я это все пропускают уже на мясорубочку и потом уже в самом конце добавляю и конечно же большую при горшке чеснечка сразу на мясорубочку чтобы с ним не морщить голову баклажанчики вот так мало травки получилось из тех огромных пучков какие я показывал все сюда теперь-то все нужно перемешать и поставить на охоте чтобы она все прогрелась чтобы все вкусы ароматы переплелись и получилось вкуснючая обалденная икра из баклажанов или икра из синеньких сейчас сзади меня в двух кастрюльках уже прогревается полностью вся баклажанная игра как игра которую я сделал уже очень хочется и попробовать я готовлю смесь ароматных пряностей я использую совсем немножко вознички бутончиков 56 на все это количество несколько чайных ложек кориандра зерен черный перчик буду молот сейчас немного кандари и немного майорана а тут острый перчик что я положил он был совершенно не острый поэтому сейчас я туда добавлю еще обалденную густую шрирачу это именно густая шрирача которая остается после острого супер классного соуса шрирача как сделать такой обалденный соус смотрите ссылочка вот здесь сверху и я конечно же солю и добавляю сахар в икру из баклажанов одна часть соли две части сахара если будет необходимо то есть помидорчики будут слишком сладкие я еще добавлю чуть-чуть уксуса все это будет по вкусу уже готовится чтобы икра была обалденная и вкусная я нагрел банки в духовке при температуре 180 градусов сейчас банка еще достаточно горячая поэтому первую ложечку аккуратненько медленно кладу еще немножко шипело а сама икра из баклажанчиков вот здесь прогревалась солькой с пряностями минут десять-пятнадцать я померял температуру 104 градуса поэтому она прекрасно уже прогрелась и будут баночки стоять всю зиму и радовать меня а здесь крышечки эти крышки не переворачивать эти крышки не переворачивают поэтому сейчас я ставлю все это в одеялка и укутывая да вчера конечно я немножко поработал вот столько получилось у меня обалденной икры из баклажанов на зиму это все на зиму и не просто на зиму а закусочка под хороший зерновой самогон опробуем цвет конечно великолепнейший отличный такой темно-оранжевый цвет это блюдо очень хорошо когда она остыла сейчас я ремонт уже полностью переплелись все пряности пошли в работу острый перчик баклажанчики морковка лучок все 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 здесь пахнет именно классическим обалденным ароматом консервации этих баклажанчиков а вот здесь стоит обалденнейшая красивая вот такая классная задняя баранья нога завтра она будет запекаться в тандыре тандырчик у меня маленький поэтому ножку я нашел малюсенькую если вам интересно как приготовить вкусную баранью ногу в тандыре со свежим розмаринчиком и с чесночком смотрите ссылочка вот здесь сверху все если зимой только открывать можно мне попробовать икры это же мое любимое блюдо конечно же попробуй пожалуйста а остренькая класс спасибо теперь все теперь все пока